Вместо всего этого этот человек говорит, Владимир Владимирович, народ требует, чтобы поправки в Конституцию были как можно быстрее приняты. Не оставил свою привычку прогибаться. И решил, что вот в этот момент ему нужно так лизнуть, ему надо заняться прыжками в глубину. Глубокое проникновение у него получается очень хорошо. Это было очень мерзко. Привет, а ты на Ютубе зарабатываешь больше, чем когда на работе работал просто? Конечно, сейчас это не как бы здесь нужно сравнивать не по деньгам, а по уровням. Ты же не чеченец, причем тут чеченцы и ты, говорит Арсбек. Арсбек, я чеченец. К твоему великому сожалению, я чеченец. Хоза Мафиоза, ну так иллюзионист разоблачил тебя полностью, посмотри его предпоследний ролик, там полный и четкий расклад по твоему ролику про фонд. Ты смотрел, где он не прав? Да, я смотрел и он... Я же говорю, я отвечу на него, я не хочу сейчас спойлерить. Он не прав вообще везде. Так, этот спойлер, конечно, я сделаю, а вообще нигде не прав. Все его контраргументы являются ложью, игрой на камеру, понимаете? Все это ложь. И, конечно же, я это все разоблачу, безусловно. Но я после этого, как вы видели, еще один ролик, еще одну лжеблаготворительность показал, где они закупленные за федеральные деньги оборудование в чеченские школы выдали за свою благотворительность. Еще один удар. И вы, кстати говоря, в этом ответе, в своем, они не упомянули ничего про больницы, которые построили за счет федерального бюджета и выдали за свою благотворительность. Почему эту тему не коснулись, интересно? Это тоже нам будет интересно узнать. Вообще, вот этот диалог, он мне нравится. Этот диалог, он интересен и мне, он интересен и людям. Людям интересно послушать о благотворительности фонда Ахмата Кадырова. А я буду рассказывать, я буду показывать, как они лгут. Я буду показывать, как они федеральные деньги выдают за свою благотворительность. Я отвечу, разумеется, на это видео и всю ложь их контраргументов разоблачу. Но и другие вопросы нас тоже интересуют. Те, которые я задал до этого и после этого. Ответьте нам также по поводу больниц, построенных за счет федеральных средств и выданных за благотворительность фонда. Ответьте нам насчет оборудования в школах, которое также было выдано за благотворительность, а закуплено за федеральные деньги. И ответьте нам насчет моста, который был построен Юносом Магомадовым, а выдан за благотворительность фонда. Эти вопросы нас все интересуют также. И на этот ответ я, разумеется, тоже запишу видео. Если иллюзионист соврал прямо явно, как ты говоришь, почему ты сейчас не показал, что он врет? Потому что тогда не будет качественного ответа, который увидит гораздо больше людей, чем здесь. Разумеется, такие вещи нужно делать отдельно. Нужно показывать обратно сайт закупок. Нужно обратно показывать каждый пункт. Это не так просто. Эфир не для этого. В эфире я могу осветить какие-то моменты, простые в освещении, так скажем. А то, что является важным, а это очень важный момент, особенно для меня, он очень принципиальный. Это для меня очень интересная тема. И она также принципиальна для Кадырова. Это его очень такое слабое место. Поэтому я эту тему буду очень качественно и отдельно освещать, Ниншала. Здравствуйте всех с праздником. Желаю всем здоровья и достатка. В Беларуси сейчас начинается протест против диктатора. Надеюсь на изменения и на то, что больше не будет тех позорных депортаций чеченцев в РФ. Спасибо. Здравствуйте, Сеня Флай. Спасибо. Фриман. Ассаламу алейкум, брат Тумсо. А когда ты ответил на видео лезяниста, где он говорит, что ты трижды соврал, в Аллахе, у меня сердце кровью обливалось, когда смотрел его видео, неужели ты так это оставишь? Ассаламу алейкум, нет, Фриман, не оставлю, поверь мне, иншала. Ассаламу алейкум, Тумсо. Те закупки, которые ты показал, там действительно йогурт, молоко, кофейный напиток и чай. А ты говорил, что фонд Кадырова их забирает и раздает. Ну разве не получается, что ты соврал? Алейкум ассалам. А вот здесь, кстати, вопрос, а вот только ли йогурты и чай с молоком там были? Почему, интересно, иллюзионист нам не показал из трехсот закупок, проведенных на тот момент, почему иллюзионист нам показал только несколько закупок, в которых были йогурты и чаи? Вы не задавались этим вопросом? 300 закупок, из них вам показывают 2-3, и говорят, это чай, йогурт и какао там, или что там еще было. Тумсо, те закупки, которые ты показал, там были йогурт, молоко, кофейный напиток и чай. Он показал именно те, которые ты в своем ролике показал и сказал, что их забирают. Он прав, ты не прав, отрекаюсь от тебя. Я показал 300, около 300 закупок. И я сказал, что 95% из этих закупок все для школ. И я просто открыл первые попавшиеся и показал вам, что это действительно детские сады. Это было все, что я показал. Я же не мог показать вам 300 закупок. И они решили показать вам именно эти несколько и сказать, что это йогурты и там еще какие-то кисломолочные продукты. Чай или молоко, я не знаю, что там еще было. Но их 300, Карл, там 300, там миллионы и миллионы рублей. Короче, к этому мы вернемся, не переживайте. Все по полочкам будет разобрано. Все, я вам покажу, иншалам. Да нет, там 100% не ложь, все по факту он говорил. Это надо признать. Про кого интересно? Салам алейкум, Тумсо, с праздником. Расскажи, что это за тема с твоим роликом, который иллюзионист разоблачил. Я не пойму, ты специально врал в своем ролике про этот фонд. Почему ты так сделал? Немного терпения наберешься, багов, и скоро узнаешь, кто у нас там врал. Привет, Тумсо. Как лысая башка помогает в борьбе с коронавирусом? Спасибо. Ну вот сейчас посмотрим на Кадырове, на примере с Кадыровым. Тумсо, иншалам, вскоре Швеция, которая тебя не защитила, содрогница от серии сюрпризов нашей братья готовить. Это типа провокаторы, поняли? Сообщение, чтобы типа таким образом скомпрометировать. Тумсо. Я не знаю, кто такие там ваши братья, тамбовские волки вам, братья. Наверняка ты слышал про обращение от якобы дагестанского народа к Путину от Хизри Шихсаидова, спикера Думы Дагестана. Так вот, хочу от лица дагестанцев, может и не всех, но уверен, многие примут мои слова сказать несколько слов об этом. В столь трудное время, когда дагестанский народ испытывает такие тяготы, когда люди морут как мухи из-за нехватки медикаментов, я удивляюсь, как низкомолекулярные лизоблюды могут себе позволить при смыкании такого уровня, ведь его никто об этом не просил. Он просто мог промолчать или просто обсудить ситуацию с заболеванием в целом, но нет, как же ему спиться после этого, мы вас ненавидим, знайте это. Ну это действительно какая-то эпогея просто лизоблюдство была, я тоже смотрел это и говорил он, а стыдно было мне. И когда специально, там вот три региона, да, было Москва, Питер и Махачкала, с которыми Путин провел отдельно конференцию, видеоконференцию, селектор по вопросу коронавируса. Это потому что в Дагестане реально очень, как бы на Северном Кавказе самая тяжелая ситуация сейчас в Дагестане. И вот представляете, он проводит специально по теме борьбы с коронавирусом, он проводит селектор, в этом селекторе со стороны Дагестана участвует Хезри Шихзаидова, это председатель парламента дагестанского коллега Давудова. И, по-моему, муфти там еще был, да, кажется, я видел его лицо. И вот, когда приходит время говорить Шихзаидову, отвечать там, ну, рассказывать о ситуации в Дагестане, вместо того, чтобы рассказать о проблеме, что нет, там нехватка есть с медикаментами, там, с защитными средствами, с масками, антисептиками, там, есть. Ну, очевидно, что она есть, это нехватка. Или если там нужны какие-то дополнительные деньги нужно выделить, там, попросить для своих врачей поощрение какого-то. Место всего этого этот человек говорит, Владимир Владимирович, там, народ требует, чтобы поправки в Конституцию были как можно быстрее приняты. Подлезал Форте. Он, видимо, очень хорошо отрабатывал прогиб в молодости, так и не оставил эту тему, свою привычку прогибаться. Решил, вот, что это самый подходящий момент, это момент такой, минута славы для него, которую он не может упустить, и решил, что вот в этот момент ему нужно так лизнуть. Ему нужно, наверное, даже не прогибами заниматься, ему надо, ему надо заняться прыжками в глубину. У него, по-моему, получается. Глубокое проникновение у него получается очень хорошо. Ему надо куда-то туда. Это было очень мерзко. Привет, а ты на Ютубе зарабатываешь больше, чем когда на работе работал просто? Конечно, сейчас, ну, это не, как бы, здесь нужно сравнивать не по деньгам, а по уровню жизни. Потому что здесь на те деньги, что я зарабатывал в России, ты здесь и неделю не проживешь, наверное, в Европе. Конечно, здесь гораздо большие затраты, жизнь очень дорогая. Если я у себя в Грозном квартиру снимал за, по-моему, я за нее платил 10 тысяч рублей в месяц, и плюс коммуналку я еще платил, это летом от 3 до 4 тысяч, по-моему, а зимой от 4 до 5 тысяч. Ну, в общем, максимум 15. 14-15 тысяч я платил за квартиру в месяц. Плюс там продукты, горючее, машину, это все гораздо дешевле, чем в Европе. В Европе ты за эти деньги, ты на неделю квартиру не снимешь. В Европе ты за квартиру платишь, ну, в российских деньгах ты там 1040-50 в месяц ты платишь. Плюс продукты, плюс адвокаты, ну, это здесь гораздо больше, в общем-то, нужно на то, чтобы жить. Субтитры создавал DimaTorzok